Теннисный курт 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 Фонтаны сейчас увидите. Самый наш центр. Бывший кинотеатр «Искра». А это стройка, это 1 сентября здесь был праздник. Вот он, бывший кинотеатр «Искра». Вот «Драдники» он теперь называется. Вот тоже фонтаны на площади. Узнаете, наверное. Как раз двигаемся по центральной улице бывшей Ленина. И смотрим от себя с правой стороны. Гостиница «Ташкент». С ней многое связано у ташкентцев. И вот этот перекресток, где выставочный зал союза художников. Вот как раз на этом перекрестке мы сейчас оказались. Замечаются знакомые повороты. Двигаемся прямо, а направо, вот куда дорожку хотели заснять. Ну и сейчас двигаемся к бывшему Трахменскому, к педагогической улице. Сейчас бы функционировал этот жилой дом, 14-этажный. Вот как раз мы с этой стороны сейчас в улицу педагогическую въезжаем. Представили себе это место. Ну и подъезжаем к знакомым учреждениям на улице педагогической. Я думаю, вы догадываетесь, где мы едем. Я хотел, чтобы эти места не только в памяти, но и на экране. А можно и ехать, Анатолий Николаевич показывает. Снимаем знакомые вам здания перед хореографическим училищем. Ну просто сегодня воскресенье, поэтому здесь никого нет. Мы бы зашли с камерой, сняли кого-нибудь из тех, кого вы помните. Это до боли знакомые места. Дорога в театральный институт. Направо была. Двигаемся по педагогической параллельно Германа Лопатина. И дорожка идет прямо на Челанзар. Таким образом, по дороге на Челанзар мы нет-нет посмотрели, что там происходит. И тут все помнят. Это как раз та самая площадь, то самое место, где много раз бывали, где много раз проезжали. Надеюсь, что узнаете и скульптуру у педаинститута, и кольцо. И сейчас повернем налево к торговому центру. Совсем знакомые места, поглядите, из машины. Этот перекресток по-прежнему такой же, как и бывал. Двигаемся по направлению к торговому центру, к нашему дому. Мы еще сюда вернемся, но просто вот это место потом уже не будем снимать, поэтому посмотрите сейчас. Знакомую вам трассу и знакомые вам места. Все по-прежнему очень знакомо, как будто вы здесь вместе с нами едете. По обоим сторонам улицы те же самые дома. К торговому центру подъезжает остановка. Ничего не изменилось, за исключением того, что кто в Ташкенте давно не бывал. Памятник Гагарину теперь у нас здесь стоит, вот с правой стороны. Как раз вы на него сейчас смотрите. И дальше двигаемся прямо по улице Челанзарской. Двигаемся прямо к Фархадскому рынку, но свернем налево. Я хочу, чтобы на этот перекресток вы поглядели. Анатолий Николаевич снимает со всех сторон, чтобы знакомый перекресток предстал в лучшем виде. Мне не нужно комментировать, здесь ничего нового не появилось. А вот как будто сами на этом перекрестке. По ту сторону камеры цветочный базар. Как раз вот в ту сторону сейчас я обойдем. Вот как раз цветочный базарчик. Если чуть-чуть направо пройдем, как раз и возле девяти этажки окажемся. Вот в ту сторону, куда сейчас камера пришла. А мы налево поворачиваем в сторону девятнадцатого квартала. Вы догадались, куда мы едем. Поехали по родной дороге. Та самая остановочка. Но никакого транспорта здесь сейчас ждать не будем, как обычно делали. Мы едем на машине прямо. Троллейбус по-прежнему ходит. Весь транспорт по-прежнему ходит. Но я уже сюда не езжу, вы понимаете почему. Эту дорогу выбрали специально, чтобы вы поглядели на нее. По троллейбусной линии правая сторона нас интересует. Надеюсь, узнаете. Все знакомо, все без изменений. На том перекрестке нам нужно будет взять налево и сразу направо внутрь квартала. Но все знакомое. Вот как раз сейчас мы на перекрестке возле девятнадцатого квартала. Единственное, что у вас тут новое появилось, я и сам не видел. Вот эту аптеку в жилом доме. Продолжение следует... Продолжение следует...